и всем привет продолжаем прохождение атом rpg трудоград сегодня нас ждет очень интересный квест а именно корабль смерти но прежде чем его выполнять мы вернее я уже пробежался пробежался по порту и значит а наметил важные моменты и взял защит квесты но я не стал тратить ваше время до до максимально быстренько час это будем делать то уж и квестиков в игре хватает начнем сначала с руслана ли у руслана ли можно взять квестик крышевание называется нужно найти бандита прохора мэр мышкина которые в борделе прохлаждается и в общем избавиться от крышевания для руслана то есть дальше вот этот вот замечательный персонаж имя рек который лобает на баяне так жестко значит он если с ним разговориться если дать ему денежку если можно можно еще и подлечить в общем он выдаст нам интересный ключик вот такой загадочный ключ увесистый ключ довольно странная форма сомнительно что вы бы легко догадались о его истинном предназначении если бы вам не сказали что именно это ключ про него наш товарищ и мерек этот ничего не говорит горит ничего не помню еще не знаю общем бери ключи золотой ключик отбора как и для буратино вот так что давай денежку буратино иди дальше мы ключи взяли конечно и баянисту этому помогли вот и я чуть позже покажу для чего этот ключ и где его применять также нас еще интересует бордель да но я тут уже со всеми поговорил очень вкратце ну бордель как и бордель услуги для мужчин и для женщин а можно и не только но в том плане что он разноплановый бордель данному понимать о чем я значит тут есть очень интересно вот такой вот сундучок с чемоданчик на нем был числовой пароль но его можно просто взломать все можно было просто взломать и забрать там значит 300 а 300 рублей вот тут еще было 200 рублей вот значит бордель чем еще специфичен то что тут можно разговориться с ли его работниками и работницами и якобы они значит тут не работают то есть в общем они тут играют в ролевые игры скажем так вот поэтому тут разные персоналии есть для все вкусы и так далее вот но что интересно еще вот если один персонаж кун лан интересный ведет интересные разговоры вот можно опыта получить у него если проходить проверочки и второй момент который нас заинтересовал здесь это вот этот товарищ товарища квестик еще не выполнял него сам для этого случая и это и есть это и есть вот тут самое товарищ который от которого мы должны избавиться по вопросику руслана чё надо ты сам кто такой прохор мормышкин вот собственно мы его искали охранник специалист специалист по вафлер ствол он как сигу обрабатываешь зря как мрачнее слон тяжелая снежная туча повисший над зимним трудоградом с базаром следи даю тебе первое предупреждение но если еще раз услышу такой гнилый базар то придушу кстати мормышкин тебя то я и ищу а мышки подозрительно щурится и не глядя страхивается стряхивать сигареты пепел который падает ему прямиком на штанину и ракетер вытирает его не сводя с вас оценивающего взгляда для чего ты меня ищешь ну атаковать мы сразу здесь не будем ты можешь отстать от руслана хочу кое-что тебе предложить ну давайте значит вариантов много на самом деле да то есть варианты просто его вывести нужно там его солгать сказать по ширику еще есть там контрабанда все дела вот и просто его убить а можно не убивать ну как было раньше уже замечено да за не убийство дают большой опыт опыт нам нужен потом я пожалуй а буду использовать общение то есть но так как мне кажется интереснее да то есть проходить боевые столкновения боевым столкновением а если можно договориться но не везде конечно я так делаю но и тем не менее в некоторых моментах почему бы нет использовать не зря мы вообще не качаем правильно правильно вот а значит тут у нас есть бартер общение набрадут ложь ложь вот есть через силу отвали от руслана то получишь в дыршу 2 через силу чу нет вот получили опыт ну ладно тебе утихомирис если хочешь чтобы я оставил этого урода в покое я не против все равно ничего не платит мудрое решение вот очень просто очень просто мы взяли и значит его отговорили еще можно было правда через ложь если да по-моему там побольше побольше опыта дают ну мы ведь честный буратино правильно все тут нас больше пока ничего не интересует идем можно сразу задавать уже квест от руслана благо то не так где-то тут где-то тут вот там обратно а рядышком живут кстати прачечная есть вот тоже можно зайти но там кроме разговора и минут 10 рублей ничего особо не получаешь в общем смысл в том кратко сейчас расскажу что время не терять ваше там мадама которая стирает белье ну в прачечный на что там еще дело значит она зла очень и на нашего дорогого гексогена то что он там труселя и свои грязные притащил постирать за 20 рублей до 100 дал только 10 итоге можно 10 рублей за него отдать чтобы она начни психовала вот ну и само собой гексоген тоже в этот разговор очень сильно вступает начинает там не в общем перепалку так давай сега поговорим о деле которому ты хотел помощи проблема решена больше не придет за своей долей все получили опыта немножко ну такой квест копа разобрался тем радио поверь благодарен тебе не только я все новоприбовавшие которым он навязывал свои услуги порадуются ты сделал это на благо общества и но и бы сказал что общество моральных уродов подлецов и кровососов а я бы сказал общество хороших и друзей держит свою награду благодарю взять деньги косарь 200 все есть очень быстро выполнили всего да как я уже грел можно было разными вариантами можно было убить можно было немножко по другому разговора повести вот так еще раз значит пока вроде тут больше ничего бы не сад конечно не прекращает играть молодец моего денежку заплатили то сейчас мы пойдем а еще одно интересное место по поводу этого золотого ключика для нас для буратин нам нужен домик на улице колотушкина под номером 2 вот такой вот золотой трубой заходи внутрь и вот тут нас по моему здесь были как раз таки бандюгети террористы и вот следующая квартирка та которая нам нужна вот здесь значит есть такой вот сумочек железного никак не открывается все взломать нельзя а не поддается поэтому для него нужен только вот этот вот ключ загадочный ключ все с помощью ключа мы открываем это дело его зачтут у нас пустая ампула тт модифицированный патроны коньячок и денежек немножко вот пыльная бобина старенькая пленочная катушка что на ней записано вам неизвестно однако на запыленном футляре кто-то нарисовал странный символ похоже на схематичное изображение бадминтоновой ракетки забираем все это дело и возвращаемся обратно в порт вернулись мы в порт к миареку при этой болит выручил ты меня конечно здорово не поверишь на твой ключ открыл сундук в заброшенной квартире на улице колотушкина в нем лежала вот эта бобина все музыка закончилась когда пожилой баянист берет в руки найденную заброшенной квартире бобину удивленная улыбка моментально сползает с его лица он громко ахает едва не роняет катушку всталый снег в глазах у личного музыканта отражается ужас затем неверие и наконец кошмарное сознание знать и абы только чего получаем 456 опыта я я знаю что это господи откуда только откуда я знаю что это воспоминание возвращаются ко мне нет 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 че дальше голос баяниста вздрагивает ломается и из-за его глаз брызгают слезы он начинает быстро тяжело дышать словно только что пробежал марафона я вспомнил я к этому причастен из одни господь я хотел забыть именно от этого избежал в небытие в эту беспомятную бедную но счастливую новую жизнь и но теперь и что ты сделал со мной подлец что ты сделал со мной а я снова снова вспомнил стерическим воплем в котором нет ничего кроме отчаяния безысходности мужчина прижимает перри переданную вами бобину груди и стримглав бросается бежать через пирс в направлении лежащих берег черных волн что происходит бежали бежали за ним вот так вот мы будем помнить о нем только его имя это как он играл на баянии нет повести печальный на свете чем повесть о баянисты о баянисти тяу тяу женщины рыдает не обращает на вас внимание и вон тело плавает но мы не боги мы не ангелы мы не решаем судьбы людей люди делают свой выбор сожалению порой такой печальный поэтому как вам поступать если вы проходите решать вам конечно можно не отдавать катушку эту бобину бойнисту и он будет дальше нас радовать своей улыбкой беззаботные и играть на баянии очень а задорно веселой песни ну или же ежели все-таки вы хотите пройти квеста ну скрытый квест значит так вот и происходит что ж ладно это конечно грустно и печально очень очень честно я человек очень ранимые чувственные чувствительные но что поделать порой так происходит как происходит значит а нас сейчас интересует я в самом начале склад что нас ждет очень интересный квест вот принципе мы до него и добрались этого очень интересного квеста а подожди чё-то мы у нас перегруз что ли а давно смешка перегруз так давайте во первых у таскать и наберем тут вот этих господ вообще лут никакого нету пусть они его и таскают лейтенант разен 40 кусков мяса гексаген две пачки 13 кусков вернее тушенки еще мясо хватает вот 82 килограмм тут еще слизни охотились тоже вернее как охотились кто смотря на него на них охотился они на нас или мы на них в итоге мы на них оказывается вот это кстати лейтенанту можно отдать хотя него там есть получше кое-чего ну вот в принципе в принципе его п а пока да у него пока так вот и сравнить pps ps так 8 714 тут 814 3414 5 3 кстати слушайте а тт модифицировать ну как бы неплох улучшенный шанс водой периспроценивания правда модули стоят а прижида с pps сравнивается так как сравнить андак посмотрим 717 814 но из надо он попал лучше 455 тут немножко подым лучше ну ладно пойдет то начинаем начнем час только сохранюсь сохранить и начинаем это выполнение замечательного два квеста значит нам нужно к капитану синбадову обратиться я по поводу задачи дядюшки home все готово к плейте лонгвенг точно все точно все готово да да давайте не будем терять время ну вот слышал зайти на борт ближе к ночи катер капитана синбадова покидает трудоградский порт вы ощущаете это даже сидя в узкой прокуренной каюте вибрации двигателя заставляющие дребезжать стаканы стоящие на поставленной в центре коробки удары ледяных волн а борт гул ветра и отрывистая матер-шина капитана на палубе все это свидетельствует о том что вы неумолимо движетесь к своей цели чем мы подышим давайте подышим вы поднимаетесь на палубу и берете из рук притихшего капитана бинокль он впрочем не особо нужен ваша цель сухогруз жемчужина востока уже на горизонте корабль пришвартован около одинокой скалы которая действительно отдаленно похоже на оскалившиеся взлобные ухмылки череп катер на котором вы мчите к жемчужине начинает сбавлять ход и вскоре его парные моторы окончательно глохнут с громким всплеском на воду падает шлюпка в которой вам предстоит продолжить свое путешествие он венг быстро запрыгивает в нее укладывает ящик с автогеном под скамью и берется за весла подошедший к вам капитан скрещивает руки на груди и задумчиво произносит шторм надвигается боюсь унесет вашу лодку пока вы носитесь по сухогрузу но ничего в крайнем случае одолжите одного этого ланга когда проучить ее что должен буду сделать на корабле со стороны лодки до вас доносится звонкий шлепок похоже раздраженный вашей некомпетенцией лонгвэнг звучно хлопнул себя пол а ладно напомни что ты уже автоген поможет нам проникнуть на низнюю палубу предпочтительная точка проникновения массы на отделение одной из кают механиков ты повстречаешься с нашим человеком по имени бэнг тот передаст твои руки радиодетонатор пластит и ключ доступа к складу черного лотоса мужчина останавливается чтобы шумно прочистить горло и продолжает только сплюнув холодное море после этого идем на склад минируем топливную трубу по возможности ликвидируем ланга воруем у него запасную шлюпку и все капитан синбадов будет подзадать нас тут ясно прыгнуть шлюпку путешествие на лодке далеко не такое комфортное как на катере синбадова ледяная вода заливает днище после каждого грибка семижильного лонвенга сырость и холод сводят ваши зубы дружь пробирает каждую мышцу но жемчужина востока продолжает маячить на горизонте лишь чуть более близко чем в момент отплытия неожиданно и без того неприятная ситуация усугубляется подскочив на особо буйной волне лодка содрогается вынуждая лонвенга выпустить из рук одно из весел оно стремительно уплывает прочь ваш напарник лейтенант разен тоскливо провожает его взгляд хреново ребят как теперь плыть как-то как нибудь да выкрутить значит и можно через силу удачу ремесло харизму давайте через силу переградутся через борт и заменить второе весло собственными руками когда вы перегибаетесь через борт и начинаете молотить воду за кормой лонвенг сперва усмехается затем замолкает и наконец в шоке перестает грести своим единственным оставшимся веслом невероятно взбивая воду в бурлящую пену ваши руки несут хлипкую лодку к цели как своеобразный мотор делая примитивное весло лонвенга совершенно бесполезным реликтом эры похороненный вашим физическим совершенством 1 2 левой готовь автоген мы уже на подлете лодчонка подплывает к черной громаде корабля в срок несмотря на постигшую вас в начале путешествия неудачу теперь вашей крошечной команде осталась сущая мелочь подплыть к правому борту сухогруза и проделать аккуратную дуруфты ну что же смотреть корабль давайте сначала чтобы рассмотреть возвышающийся над вами сухогруз вам приходится высоко задрать голову от мысли что все это махина от трема до верхней палубы заполнена матерыми убийцами и бандитами становится немного не по себе как самочувствие просто обалденно хватит языком припали у нас много работы давайте шлюпка огибает сухогруз и заходит с правого борта скользя в тени ржавые громады лонвенг вытаскивает из-под скамьи ящик с автогеном который по плану дядюшки хо должен обеспечить вам проникновение внутрь но стоит вашему суденушку проплыть еще несколько метров как становится ясно этому плану не предстоит сбыться в корпусе корабля уже зияет аккуратно выпиленная автогеном прямоугольная дыра он венг растерянно чертыхается по-китайски и поворачивается к вам сюда за кто-то пробрался что за предловой вы пожимаете плечами даже если кто-то проник на корабль до вас это не повод для отступления решив разбираться с проблемами по мере их поступления вы хватаетесь за ровные края дыры и втягиваете себя в мрачную нутру сухогруза да какая проблема габриками больше габриками меньше вот мы и внутри значит нам сначала надо покушать у нас там что-то не очень хорошо я смотрю с голодом до до 1500 мы уже здоровье теряем он поэтому не хорошо это не хорошо кушаем здесь дайте тушеночки скушаем так значит хп у нас сколько 3031 можно еще чуть давайте яблочки скушаем скушаем яблочки рыбкой заедим вот все хп у нас фуловая еда но 750 продавали его счет тушеночку одну сидим почему нет все осели так сдать сохраняться значит оружие 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 у нас готова патрончики надо выдать наверное что там у нас есть патроны бпш на я тебе конечно не отдам а вот эти держи а дальше картечь гексогену жака на гексогену все мы в принципе готовы значит нами тут еще товарищ лонгвен лонвенг наверно надо чтобы он выжил и так предполагаю вот он там бандюки где-то нас уже ждут с одной стороны со второй стороны тут тоже он кстати уж с ппс-ом нормально час моего наверно первым делом тогда прям дело так может быть посмотреть что тут есть устроим тут пойди сохранимся на всякий пожарный все друг чего пойдет не по плану чтобы можно было откатиться так патроны вот неплохо неплохо патроны это хорошо дело опачки это мы какой-то проход секретный активировали между между этими всякими переборками вот но нет мы конечно же легких путей не ищем само собой поэтому пойдем еще сюда сходим посмотрим сюда мы уже вряд ли попадем потому что это как бы квестовая локация поэтому надо уж до конца тут все чистить так прицельные прицельные единственное что тут конечно неудобно неудобно расположена лентом перегородили надо все они можем проходить нормально мало места для сражения в этом проблема а там какой-то монтировкой топором получил даже немножко загасил он в нг так еще наш товарищ лейтенант загасил тоже так давайте-ка залутаемся ну вот дппс как я и говорил металлический шкафчик еще еще бпшны кстати патроны бандикин тут блин как молоток ничего себе тут много-много конечно лута будет понятно ну ничего я думаю нам хватит нас два товарища о динамит ничего себе там я был так сюда чего здесь воняет ну-ка само собой туалет как бы не розами пахнет понятно о патроники кстати интересный интересным давайте забираем так тут пустая бутылка не нужна нам так шкафчики тогда с другой стороны вот этим мы просто зашли сути это какой-то нейтральный просто зашли мы никого не нападали они сами на нас сразу нападает а что мы не виноваты не виноваты и я они сами решили на нас напасть проявили агрессию грекер забирай шпроты забираем так вот аптечка кстати полезное дело дело полезное так что там это вот видите можно было просто обойти то все дело сюда это через скрытый этот шкафчик но как есть так есть так давайте-ка посмотрим где-то а это туда да в эти перезарядимся лишний опыт лишим не будет правильно правильно так тут у нас все с оружием ближнего боя смотрю дать ка выйдем нам позиции чтобы нам было можно играть тут не прицельными как раз хватит на 1 вообще огонь конечно тут принципе и какие ватам рпг такие вот трудограде огнестрельное оружие именно вернее автоматическое оружие огнестрельное очень сильно да но прожорливая в плане боеприпаса и соответственно дорого обходится но зато очень эффективно снайперка хороша то что можно на подступах да там критовать и минусовать но вот если средняя дистанция ближней дистанции то всякие автоматы пулеметы делают грязь у нас хватает поэтому мы тут только в плюсе остаемся единственное что лут весь не влезет понятное дело поэтому придется механика где-то был это все были механики придется нам немножко своим отдавать так тут еще нету да да тут еще нету давайте освободим заложник это какой-то заложник судя по всему давайте поговорим ты кто не хао быстро бамбука родиться не быстро панда плодится я не помню как там отвечать надо правильно так получил новый уровень разин получил макси тоже там получили деток детонатор получили хорошо сказано этих тварей на собственных баб тянет также сильно как меня на всю эту катавасию с подрывом трюма особенно с той поры как моим тайничок рассекретили ладно сейчас могу помогу во первых вот тебе детонатор до эвакуация только не врубай это так было понятно но не а урена что по взрывному устройству теперь о взрывчатке с ней проблем у меня ее больше нет что значит нет а ведь там все равно пришлось бы там искать эту взрывчатку мы их нашли и могут быть гарантии в таком деле 7 текс который для себя заготовил хранился в нычке за галлиу нам позавчера охранники его каким-то образом обнаружили по фиг конфисковали да еще и обыск по всему кораблю устроили теперь он у них в охранном крыле в охране еще рядом с гаупт вахтой на противоположном конце корабля ну видимо нам еще придется идти дальше на ключ складу видишь ли ключ кто был копии который я без спросу сделал ну и в общем когда ко мне во время шмона постучали я его проглотила чем теперь делать не знаю как кроме самого капитана ланга нас но кто кроме капитана ланга носится на себе ключ не подскажу я сам мишманского скопировал а у него уже давно оригинал от которого я слепок сделал конфисковали виду его наркотической зависимости и смерть но погоди хмурится на корабле ходит слух будто пара ребят из команды крепко потели на лотос и что у них есть какие-то секретные лозы лозы никто из них на воровстве не поймали никого а это значит что ходы либо выдумка либо хорошо скрытый попробуй погулять по каютам постучи по стенам ясно может у ключик который проглотил выведешь наружу естественным путем твоему среди я с тех пор уже раз десять и галин бегал и сливы кушал и масло льняное глотал не идет зараза застрял небось где-нибудь тогда его придется вырезать чем обязательно минировать трюм с лотосом чтобы все судно гарантия взорвалась минировать надо иметь системе подачи топлива один такой элемент труба в трюме с лотосом все остальное у нас под полом в помещении которые намертво заварила служба охраны после того как переполох из-за 7 текса поднялся те ясно со мной не о таком мы с х не договаривались я тебя если что не знаю пойму что твоя задача взяла приду на эвакуацию что твоя взяла пойду приду на эвакуацию если какие в прошлый раз охрана превозмогет скажу что с похмельем валялся удачи ну давай как уходи не собираешься просто у детский есть нужно будет кричать мира гаул воры что да тут нам все равно пришлось бы разбираться увереннее вот этих вот можно было наверно не трогать там же обычно взрывчатка не то что нам нужно вот а мы так дальше идем что ну было предположить легко до что не все так просто не может и все просто закончится крепко заперто взломать если и нужен какой-то ключ что вы и что-то что-то потяжелее а тут то же самое думаю да да сокрушит хлипкие тела очень хорошо бы наверно граната зашла у меня продадут на два выстрела просто обычных неплохо по двоим зашло видите то есть выстрел как бы он может быть пробивным сквозным может быть и нет как поведет и от сайте видите раньше в этом рпг могли свои задевать да и сейчас диалог типа ухо крита ну сохранился мол типа стрелять так чтобы своих не задевать но я ни разу не видел чтобы свои задевали как бы стрелять через нас не задевают ну может быть это просто так повезло как в этом случае да то есть мы выстрелив 1 попали во второго еще вот потом может быть будут по-другому но пока ой не прицельные как как есть так есть ты зря туда пошел конечно там раза зафигачил двоих сразу можем прицельную команду выдать чтобы он особо не рвался вперед вот тут займи позицию благо мы вот видите можем проходить через них сквозь персонажи прям почти ну как уверенни сквозь мы их просто отбегаем тем не менее такая возможность есть и там целая команда он сколько их собралась но огнестрела ни у кого нету то есть задачи такая easy просто куда побежал он подкрепление шли побежал побежал звать вот там уже с огнестрелом ребята кстати стоят да там уже серьезные видимо он и хочет позвать а наши напарники как-то не очень любит и смотрю через нас пытаться пройти ну чисто в общем мясник мы тут мясник просто тех подряд сносим но еще не агрессивные агрессивные что он еще делать так чё-то патрончики перезаряжай перезаряжай они даже сами вот в этих замкнутых пространствах нормально идти не могут там гексаген ну гексаген со своим дробашом там конечно навалит им саму собой там разберется он давайте мы сюда подойдем обычный выстрел окей съед сюда ушел а там с ним разобрался этот наш друг все и сейчас тут тонну лута собираем да будет все это дело как-то распределить еще тут еще кучу он лута лута потайная дверь какая одарили потайная дверь до тайной дверь как мы сначала давайте тут все заутаем пер распределим вес по напарниками пойдем посмотрим что там за потайная дверь тел тут очень много каждом молоточки почему лута мы тут поднимем будь здоров ой огнетушитель вот огнетушитель лишь то что огнетушитель я пока пожалуй брать не буду что он очень тяжелый и как бы в крафте мы особо пока не используем вернее крафт мы не используем пока да а где он там используется в крафте я даже не знаю где-то используется наверное а все у нас перегруз сковородки ппс давай молотки то всякие ломики 64 73 ну кстати не так уж у него и много тут веса уже осталось пожалуй с него тут почти и хватит так 112 за счет у нас еще водка соль давай соль теперь еще кинем а это гисогена держи так веревочка держи металлоломчик да надо лут было куда-то нам 10 ну да ладно бутылки пустые еще такие бутылки тяжелые 38 до они это бутылка с водой вообще-то бутылочка то с водой да там же еще куча лута у нас будет это всех с огнестрелом даже даже не знаю сможем утащить сколько у нас там еще гисогена а ну гисогена еще немножко есть килограмм конечно тут уже кстати перегрузить с небольшой ладно подсортируем немножко там потом еще то выброшу наверное так мы пошли посмотрим что там за по тайной скрытой дверью происходит опа здравствуйте тут у нас кстати огнестрелом ребята это черный лотос смертоносное зелье самодельным каким-то там автоматиком все заклинило не повезло да нечего тут вам не там ну вот так чё тут охранник охранник красная труба красная труба нам сюда надо типа эту красную трубу заминировать но еще надо этот взрывчатое устройство найти так все мы опять тут перри перри перегружены ладно сейчас отсортируем я кое-что наверно выброшу и пойдем дальше охранников этих так вот монстр какой-то у нас появился вот я рассортировал решил немножко дальше зайти и тут вот смотрите что происходит рыба рыба гуманоид жаль нельзя посмотреть что за он как вообще его зовут но мы когда его угрок ним узнаем вот но вырвался наружу сам по себе его не открывался соответственно сейчас эти гаврика будет он потрошить мы принципе можем можем вообще уйти уйти до встать может сюда и стать вообще-то пусть разбирается но ради нас дверь должна дата сними вот это вот только видно посмотрим будет ли он намочить этих гадов нет сми перезарядочка перезарядочка надо куда ты пошел куда ты пошел ну вы блин даете зачем то пошли вот неугомонные нормально там накидывают он ну завалили демона завали нам тоже кстати на наполе напихали нормально так сейчас и замочить так могут а слушай братан и вот зря ты там отступай и делать куда-нибудь сюда остановить это же тому за и зря туда залез как видно видно где у захилить как-то не знаю можно его захилить вообще он сам себя захилил кстати плюс 36 ну да ладно может быть блин не он вроде как бы ушел но его его нашли хочет дальше уйдет он выжил не очень много ходят его прежнему давай иди туда нам только на один выстрел да у него хилочка есть не знаю чем он хилится стимулятор он использует не повезло заклинило так у тебя нормальный ппс до противопояса не ржавый опа двоих сразу нормально одним выстрелом двух зайцев так вот получается что мы тут самый жесткий самый толстый самый жесткий что нам принципе и карты в руки там сиди свои как бы ну как свои нейтрал какие-то а как раз таки это вторая банда видимо которая тут тоже и возможно мы с ними сейчас будем договариваться ну или нет и не будем договариваться посмотрим вот и там переходы есть можно типа вообще игнорировать но мы конечно игнорировать не будем их мы их на играть ясен красен не будем так мы сейчас придется все это собрать все это собрать и куда-то распределить потому что лута лута много ладно сейчас я уже соберу потом мы а покажу сейчас начало еще что за монстра что это за монстр просто труп слушай а и кто его зовут его зовут и кто все лут я кое-как собрал кое-как перераспределил значит тут у нас вот и есть в одном из шкафчиков лежит взрывчатка во втором из шкафчиков лежит ключ от вот это вот склада то есть как раз таки на склад там где склад нами нужно взорвать эту трубу красную да можно пройти получит с ключом вот а можно пойти просто ради мы нашли потайной вход вот сейчас принципе туда и заложим эту взрывчатку через потайной вход зайти варианты как бы есть да значит взрывчатку заложить взрывчатку вот и славно значит получаем опыт дальше идем обратно нас сейчас дождет разговор тут вот с этим вот пленом тут кстати будет заруба сейчас вот но сейчас пообщаемся с этим товарищем не похож на прислужника капитана ланга значит и мы на одной стороне меня зовут араш и освободи меня я тебе еще пригожусь кто-то вообще такой эти сказал уже мое имя араш я искатель приключений у меня есть кое-какие личные счеты с капитаном этого корабля разве этого недостаточно как здесь учтился пару дней назад я подобрался к сухогрузу на лодке прорезал отверстие в стене трюма и проник внутрь и ты можешь проверить они наверное не успели залатать дыру машином отделении у меня быстро схватили бросили сюда да ты тебя тоже послали из гузио нет я слышал об этих людях и у меня нет ничего против того что ты с ними работаешь но я проник сюда по своей воле что те за счеты с капитаном понимаешь этот подлец прямо виновник смерти моего отца я пробрался на корабль чтобы наказать его и вернуть честь своему роду свежо предание довериться с трудом через наши дни не стоит такого риска я сказал тебе чистую правду просто не счел нужным упомянуть что мне за его голову еще и заплатит одни очень серьезные люди что за люди извини но я не не сказал бы даже если бы знал они умеют хорошо конспирироваться достаточно будет знать что на меня вышли в деревне недалеко от трудограда через третьих лиц которые тоже не в курсе откуда поступает приказ как не пригодишься если ты выпустишь меня то я быстро обзаведусь каким-нибудь оружием и тогда можешь быть уверен в случае серьезной заварушки я окажу тебе помощь в бою причем такую что лангу и его призным не позавидуют даже грешники в на раке ясно ключ находится не здесь ключ находится уже только после этого сражения предфинального скажем так предфинального сражения так давайте-ка мы сохранимся сохранимся так ну все вроде можно начинать гавриков своих лечить не буду принципе тут и так справимся уже второе вторжение за неделю потрудись объяснить чего вы все добиваетесь меня послали сюда к кокнусь капитана лангой подрывать это судно проигнорирует вопрос то капитан ланг сейчас с тобой разберусь сейчас расскажу давай чуть порт вариант я не ланки его правая рука на корабле боюсь капитаном ты увидишься только если он заметит твой труп на труп за бортом хоже ожесточенная орда готова накинуться на вас любой момент нужно действовать и быстро значит тут через проверочки можно через холодная и ловкость привязывать но ловкость у нас высокая холодного у нас нет на сила высокая поэтому можно наглядно продемонстрировать свое физическое превосходство чтобы запугать бандитов то есть мы тем самым немножко а гавриков уберем да ну там мы гаврики такие луц нам с них не нужен поэтому вы бьете кулаком ближнюю стену трюма чтобы показать бойцам свою мощь хлипкая перемычка содрогается вместе удара образуется вмятина вы молодых матросов и автоматчик которая хотя автоматчик который видимо никогда не сталкивались с такими противниками приглядываются отшатываются от вас и демонстративно складывается складывать оружие но автоматчиками сей автоматчик то с ппс у него максимум будет все поэтому можно как бы разным вариантом на можно их не запугивать я тоже разобраться не проблема можно запугивать вы ошалели придурки мощить этого козла рябка это разочарованный предводитель банды атакует вас к сохранившими ему с сохранившими ему верность автоматчиками принять бой принять будет так ну что одиночный а среда еще не показал их я вот нашел такую вот тип 63 китайская винтовка наподобие скс но она сильнее бьет чем скс вот больше патронов у нее плюс можно очередью стрелять поэтому я уже и улучшил сразу такая классная штучка нашлась она вот здесь в шкафчиках вместе со взрывчат не взрывчатка вроде здесь ли здесь в общем в этих шкафчиках и взрывчатка и винтовка классная ну-ка классно но получим скс немного и звук такой слышишь какой сочный такое приглушенные жирненькие так только что-то у нас а я в инвентарь лазил ну ладно ну вот так вот он нормально суши накидывает накидывает катаны своей бы здоров еще автоматчик сейчас нас будет немножко косить начать пацаны придут помогут по-братски как одна очередь в пузо еще из дробаша на все патроны так это пока мы не видим ну ладно это особо тут автоматчик наш этот друг китайский друг и не не хочет ходить тут просто душе уже говорил узкое очень пространство и теряются персонажи так эти что ты вообще не выходят антипа не видит нас что все крутитесь кстати двоих автоматчики ппс нормальная ну да он по двоим зарядил вот вот и вся любовь за счет интересного ппс и патроны ппс и еще ппс и и вот самое интересное конечно того главаря вот у него такая вот сабля плюс стимуляторы супер стимуляторы ключ на палубу один и ключ от ага уплак ты гауплак это там гауплак это там где вот только что говорили с габриком поэтому все это дело забираем идем его освобождаем так но я кое-что выкинул кое-что отдал своим напарникам пускай они медленно ходят ничего страшного а караши у меня есть ключ и держи выручил запомни если ланг преградить я путь я помогу с ним разобраться таинственный пленник выбирается из камеры быстрым шагом скрывается в темных коридорах трюма вам остается только гадать выполнить ли он свое обещание вот и на так ну все тут получается значит что у нас так давай до свидания я забирал да на тут я все забирал значит мы прошли считай корабль остался финальный бой финальное сражение и вот ключ как раз к один из ключей который мы взялись этого с сабли вот чтобы открыть эти двери и соответственно нужно его сначала нам взять в ручке вот ключ на палубу это ключ как я уже говорил от складского склада от склада все замок открыт обратно себе с кейси но возвращаем не сказать но вот уже тип 63 оружие китайское можно кстати и захилиться то мало ли что произойдет хорошего нехорошего так 159 давай еще одну печку вот 202 нормально пойдет яблочко зажжу и чтоб перебить вкус аптечки и пошли наверх как тут значит чего тут у нас можно немножко походить кое-что еще полутать так вот сюда по можно зайти а вот тут еще гаврики чернолотос марихуана крэк теперь еще и рабы в клетках кто такие мы рабы разве непонятно капитан ланг его команда захватил нас в плен как вас угораздило нас похитили 1 двинске другого в каком-то святилище эту работу предложили в астрахани а юльку просто на юлька просто напилась в столовую под шевченко после чего в клетке очнулась сих пор нас продавали и перепродавали десятки раз магии ладно сейчас посмотрим так она закрыта на простейший замок который при желании смог бы открыть даже самые нерадивые агенты атома не хочу прозвучать чрезмерно цинично но чем больше у плохих парней живых мишеней тем безопаснее будет нам да если бы меня в свое время в такой хрипка клеточки замуровали да разве бы я олез к незнакомцам с унизительными просьбами о помощи с плеча бы сейчас попробуем успех замок открыли все рабов освободили идут себе как вопрос освобожденный раб получается и все да колу то здесь у нас никакого нету ладно идем дальше тут еще одна комнатка есть где лут как бы имеется давайте-ка посмотрим опачки китайская фуражка бартер плюс 10 неплохо неплохо пойдет пригодится так фотография в рамке ладно забираем хлам на продажу на продажу презерватив кто-то там бегает а это наши там носится наш там так там туалет но в туалете может что-то и есть печку может какую не не аптечку не дают о отлично отлично забираем все нам это тоже надо ну тут хлам и так удевать девать уже некуда а коллектор шкаф электрошкаф не интересном провода только проводов хватает у нас пойму ну зря макулатуру забрал ладно потому что выложим о симулятор отлично так и и стол что-то у нас за столом а есть не отправлены письмо бригада тяпкина была перебита одним единственным городским милиционером в ходе его неудачного внедрения в их ряды сам тяпкин щитовод меркулис а также механ телега погибли это требует внесения корректировок в наш первоначальный план за отличившимся милиционером по фамилии разин необходимо установить слежку капитан ланг вот за разином следят уже увидели что делается да письмо с просьбой ланг не служба в дружбу мы в труд тут в трудоград подрывников решили отправить ребята голова стоит спецы в своем деле помоги им снять тихую квартиру в городе через своих парней мы кстати уже встречали тебя в самом начале еще нашего прохождения подрывников террористов все-таки интерес у нас конечном итоге общие а если что в долгу не останусь кстати там а как там тяпкин его головорезы сам знаешь он мне как сын почти я очень волнуюсь его благосостояние держи масть у тяпкина тоже уже нету разин постарался окно и вот значит финальная битва добавили между двух массивных контейнеров вы сталкиваетесь группы вооруженных до зубов автоматчиков бандиты быстро вскидывают свое оружие и готовятся открыть огонь но в этот момент разместившийся на грузовом ящике мужчина в пальто цвета хаки протестующий поднимает руку стоять для этого еще придет время он говорит непринужденно но его горящие глаза и сила с которой он сжимает свой меч выдают с трудом скрытую ярость я капитан ланг корабль на котором ты устроил весь этот дебош принадлежит мне речь капитана на миг прерывается когда за вашей спиной один за другим выстраиваются освобожденные ранее пленники планка будет импровизированный отряд сопротивления мрачным взглядом еще и собственность моих нанимателей распущена вот это талант к вредительству теперь я точно хочу узнать твое имя потрудись представиться это формально сделает твой дальнейшую судьбу значительно проще а вот нет покойнику мое имя знать ни к чему ланг тело капитана ланга распрямляется как стальная пружина он соскакивает с ящика и становится в боевую стойку ноздри матерого бандита раздуваются похоже он готов рассечь вас на части как только вы продемонстрируете слабину мне стоило догадаться что я разговариваю с бескультурной мразью пусть будет по-твоему огонь на поражение остановись ланг неожиданный уклик заставляет кровожадного капитана и его автоматчиков застыть на месте с одного из грузовых контейнеров на палубу спрыгивает араши боец которого вы освободили в трюме он решительно проходит мимо вас на ходу высвобождая из ножен собственный клинок капитан ланг с отвращением кривиться а ты откуда вылез пес я кажется велел пустить тебя на корм рыбам араши игнорирует вопрос и невозмутимо поднимает свой меч именем моего подло убитого отца я вызываю тебя на поединок чести ланг если у тебя конечно осталось честь после того как ты продал свою прошлую команду в рабство слова освобожденного вами узника явно не пустой звук для бандита капитан ланг хмурится а его бойцы с конфужины переглядываются ну честь она важна да поэтому мы не будем вмешиваться то есть ну как бы позволим а этому как там его раши до сразиться с капитаном лангом и благодаря этому мы получим кучу кучу опыта так что это вариант наиболее как бы предпочтитель единственный минус в том что и но я просто же говорю со знанием дела потому что я уже этот момент проигрывал вот переигрывал смысле да мы не будем сражаться с его гавриками охранниками и не получим оружие но мы можем просто напасть нам запрещение будет я бы так не делал но опять-таки там есть уникальный лут хороший пп для нашего разина поэтому к сожалению охранники должны будут забыть то что не видели навсегда не неси чушь по волчьи оскаливается капитан все знают что ты здесь совсем не по призыву чести тебе нужен имплантат не так ли бандит зачем-то постукивает себя по левому виску после чего добавляет имплантат какой-то умират предложил тебя за него какая сумма стоит того чтобы ты бросил мне вызов отвечай продажная шкура хорошо ухмыляется и качает голову может я здесь только для того чтобы доставить твою кочерыжку моим нанимателям а может быть ты просто старый лжец и предатель который пытается избежать наказания спроси своих бойцов как они думают капитан ланг инстинктивно оглядывается на своих автоматчиков те выглядят несколько взбудораженно и явно не понимают и половина смысла загадочной перепалки одно видно четко на их лицах отсутствует та решительность с которой они прикрывали своего капитана во время его вступительной речи ланг раздраженно передергивает плечами так и быть пусть наши клинки и выступят судьями в этом споре и когда твоя лживая кровь смоется моей чести эти пустые обвинения все станет на свои места позволить араши сразиться с лангом про это я уже говорил больше опыта вы разводите руками и становитесь в сторонку почти синхронно это же действие повторяют автоматчики капитана ланга так вокруг двух вооруженных мечами бойцов образуется своеобразный ринг выстроенный из наблюдателей без какого-либо предупреждения главарь бандитов срывается с места и направляет сокрушительный удар в голову удивленного такой прытью соперника сталь отскакивает от стали когда араши мастерски отражает атаку и немедленно бросается в контрнаступление ко всеобщему удивлению он ловко запрыгивает на обух меча оппонента и прежде чем вам удается понять как такое вообще возможно наносит сокрушительный удар ногой по его лицу проворный ублюдок хрипит капитан сплевывая кровь и снова занимая боевую стойку араши не отвечает он медленно обходит ланга со стороны внимательно словно тигр на охоте наблюдая за каждым его движением смотрим дальше наконец оба мечника бросаются друг на друга и после молниеносного обмена ударами который не длится и секунды на ногах удерживается только один в то время как другой падает на колени со всхлипами и стонами зажимая вспоротый живот это капитан ланг бывший узник решительно подходит к поверженному лангу бесцеремонно выбивает из его рук меч замахивается своим и не дав бандиту вставить и слова отрубает ему голову одним быстрым ударом собаки собачья смерть озлобленно бормочет араши и спихивает обезглавленного капитана за борт не сказав больше ни слова он удаляется к одной из шлюп бережно зажимая подмышкой кровоточащую голову своей жертвы и судя по всему ничуть не опасаясь вместе со стороны трусливо разбежавшихся автоматчиков погоди га может объяснишь кто ты что это сейчас было араши перехватывает отрубленную голову капитана ланга за волосы и поднимает ее высоко над собой так чтобы она развернулась к вам лицом в немом ужасе вы замечаете что голова продолжает моргать и шевелить губами она смотрит прямо на вас и будто бы даже пытается что-то сказать не бойся тут нет никакой мистики ланг уже мертв объявляет мечник и снова зажимает отрубленную голову подмышкой еще до войны ему в черепушку был вшит один приборчик который улучшал его навыки боя моим нанимателям это секретная разработка очень интересно араши снова отворачивается и бросает через плечо на прощание жду не дождусь возможности поработать с тобой до скорого звук падающий с одного из контейнеров сосульки заставляет вас развернуться и когда вы секунды позже поворачиваетесь обратно таинственного бойца уже если кто-то хлопает вас по плечу это лейтенант разин пойдем отсюда дело сделано ох ёшки ватрёшки потом об этом подумаю надо валить вот такие вот тут страсти мордасти импланты какие-то да значит нам нужно одного из эти гавриков забрать уникальный автомат вот и насколько уникальный прям не знаю но я пока это еще не встречал поэтому к сожалению им придется я уже сказал забыть то что не видели за нас еще кстати эти бывшие рабы нормально там они настреливают ну зря тут пошел часть тебя там быстренько минусанут так мы получаем новый уровень так это кто вообще у нас был это просто а складской ключ кстати у него почему-то бэнк кимчи кстати блин плохо надо переиграть не хочу чтобы она откисал все я переиграл значит смотрим одно это ладно тут попышает ой попыша ппс старые вот ппс новые у нас опять перегруз но сейчас покажу где там этот лукетки хорошие так вот тут скорпион ну да и вот значит тут у ппс и вот тип 79 пистолет пулемет разработанный специально для нужд армии китая после того как он был завезен торговцами на территории ссср получил заслуженное признание в криминальных кругах то есть забираем и смотрим вот у нас автоматика тогда для сравнения вот с лейтенантским он больше урона потом нормально так больше у него а разброс средний у него больше патрон за очередь а очки действий такие же плюс мы потом еще переставим а все эти модули которые на нем есть даже у него еще больше крита идет поэтому эти 89 очень очень крутой пистолет я у продажи не видел писать пулемет поэтому капитана ой капитан может капитан уже крайне будет лейтенант будет рад такому приобретению поэтому не вижу смысла щадить охранников этого бандита мало ли что да вот так поговорить с бэнгом убраться горит быстрее убраться все то есть мы просто берем активируем сейчас эту штуку я даже не буду балут пока лут пока не буду куда-то там перри 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 это тут все равно уже ничего не осталось ничего не осталось а подожди стопом и забрали подожди самое главное забрали вам а мы же не забрали самое главное они забрали вот у нас тут катана геккоу 724 урона 345 еще крутая катана если бы играть шанс крит урона шанс игнорирования брони всем целям перед вами урон наносит то есть ауешечка такая прикольно да то есть сыграть через холодное оружие то очень крутой меч и само собой так все тут сважены 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 раб можно отсюда значит нам сваливать мы это пережили теперь уже своих да поживее вы отчаянно налегаете на весла и гребете на протяжении нескольких изнурительных минут разбушевавшийся был их шторм временно успокоился но он может вернуться в любую секунду и вы не особо хотите оказаться в этот момент в открытом море а кроме того вам бы не помешало отплыть чуть подальше прежде чем вы активируете детонатор и отправите жемчужину востока к посеидону за ракушками ну давайте нажмем на кнопку и будем наблюдать салют детонатор сухо щелкает у вас в руке и в тот же самый миг в центре оставленного далеко позади сухогруза плавно как замедленной съемки распускается смертоносный цветок ослепительного взрыва оглушительный рёв разодранного детонации бензобака настигает вас через пару секунд после вспышки и лодка чуть не переворачивается от мощной взрывной волны дымящаяся как врата в ад жемчужина востока стремительно уходит под воду вместе со своим смертоносным грузом ухмыляющийся лонг хлопает вас по плечу и зачем-то грозит стремительно тонущему кораблю если мне будет велено свидетельствовать я опису твои действия как изрядно продуктивные красота лепота теперь бы на сушу да поживее стоит он произнести эти слова как за отдаленной волной показывается нос хорошо знакомого вам катера капитан синбадов мчит вам навстречу а значит возвращение в трудоград уже не за горами возвращаемся в трудоград ну чё встал уверен что дядюшки х уже успели донести его шпионы на тебе хотя бы для приличия стоило бы отрапортовать ладно таки сделаю еще не никак не ответить я дело предупредить ладно удачи надеюсь что старый прохиндей хорошите заплатит погоди лавай передай дядюшки хо что у меня есть только какие личные дела в городе я позже с ним свяжусь вернулся я к дядюшки хо кстати тут еще один момент может был товарищ который с нами ходила дядюшки хо через бартер забрать у него вещи пытался него забрать автомат его значит не получилось не знает как там его забирать вот но то что было у него в инвентаре можно забирать если коротко то ланг убит жемчужина потоплена да я знаю человек без воли что нож без стали а делес без хороших специалистов что лица без бамбуковых тапочек и то это долго не протянет бамбуковые тапочки смы на этом задании очень много так то опыта получили там три косаря там косарь там косай вот тут косарь ну реально там уже куча левела получена у меня один там еще у разина буму у всех по моему по левлу если не меньше на буду следующий раз распределить сказал что у него есть какие личные дела огонь бумагу не завернешь пусть идет куда ему заблагорассудится он уже отработал промолчать мой дорогой и не пришло время наградить тебя вот держи тысячу ваших рублей тоже таинственную сыворотку поговаривают что она может улучшить способности того кто ее принял даже если это не так хороший искатель приключений всегда найдет ее применение таинственный химикат только не торгуйся прошу тебя дружба построена на выгоде не бывает прочной и послушай теперь ты мне официально ты мне официально брат еще на корабле был пленник некий араш и рассказать вашего о вашей встрече с таинственным мечником купец слушает ваш рассказ и не перебивает наконец вы заканчиваете он задумчиво потерять подбородок придет весна и цветы распустится сами как интересно видимо это в араша отправили за головой ланга люди из конгломерата еще расскажешь это могущественная корпорация которая правит советом директоров до ваших краев он еще не добрался но на востоке ей принадлежит много земель люди которые находятся под власти конгломерата поголовно работают на его производствах от оружейных заводов до швейных мастерских сравнение с тем как живут в других краях в конгломератов ских термитниках относительно безопасно но это не значит что там лучше уж поверь бывает всякое счастье следующего века строится в этот век хорошо что ланг мертва ладно ты хотел что-то еще мне сказать вопросы но вопрос тут банальные поспрашиваем так прошу показать мне чем вы богатые ну да это мы в принципе видели пожаловаться на твоего сотрудника да можно вот пожаловаться на его сотрудника можно не пожаловаться на его сотрудника я пока не буду ну типа зачем еще новый нападут они на нас мы их грохнем а лут заберем да чему нет ну хотя и предполагаешься мы пожалуемся там к ну а во первых он от нас отстанет от гаври который деньги выпрашивал вторых ну наверно немножко опыта дадут а да мне пора значит квестик выполнен кучу опыта мы получили вот таинственный химикат которые как мы знаем из первой части до поднимает нам а статы поднимает нам статы на плюс 1 вот я пока не знаю даже что не поднимать что мне поднимать можно я еще подумаю покажу на этом все спасибо за внимание спасибо за лайки комментарии если таковы будут всем всего хорошего пока пока до следующего раза